Доброе утро, день или вечер, мои инопланетные, с вами Мантийка, и у нас 12-й день инктобера, я прям... Слушайте, ну каждый новый день для меня немножечко гордость, потому что это целый процесс, это процесс нарисовать сам арт, подготовить видео, записать звук, написать историю, потому что вот в моей несте под каждым этим артом есть история к нему. Вот, поэтому я собой чуть-чуть-чуть-чуть горжусь. Так вот, и сегодня я хотела бы поговорить немножко... Немножко не про видео, я хотела бы поговорить про подкасты, и про то, что я в какой-то момент попробовала сделать что-то типа подкастов на ютубе, на другом канале. Я хотела бы попробовать сделать подкасты здесь. Я хочу выпустить первый в ноябре, это будет мотивационный подкаст для художников и для иллюстраторов, но суть в том, что он в принципе подойдет для любых таких творческих профессий, которые вне офиса. То есть для любых творческих фрилансеров. Вот. И я хотела бы именно такие подкасты записывать. То есть я хотела бы записывать что-то такое мотивирующее для творческих людей. Вот это был бы, наверное, идеальный для меня подкаст, который бы отражал... Отражал то, что я пишу в колонке «Рок на пляже» в журнале «Эквилибриум». Вот. То есть там такая немножко пляжная философия рокера. Хотя вы меня можете не знать как рокера, но я действительно выросла на русской рок-музыке. И до сих пор самые любимые мои композиции — это песни Земфиры, песни смысловых галлюцинаций. То есть это такая музыка достаточно. Для меня она философская. Для меня в ней есть что-то, что вот я, когда слушаю, у меня в голове какие-то картинки вырисовываются. И в какой-то момент, когда я начинала вести колонку «Рок на пляже» на «Радиоэквилибриум», именно в журнале, я поняла, что это то, про что я хочу писать и говорить. То есть это какие-то такие неглубоко философские штуки и неглубоко психологические штуки. То есть я не хочу вас учить психологии, я не хочу... Это, знаете, как я относительно недавно в Инстаграме проводила марафон «Продуктивный инопланетянин». И, знаете, суть его была не в том, чтобы сделать очень много всего, а в том, чтобы понять, как со собой лучше работать, то есть как со своим организмом лучше работать. В какой-то день я объясняла про важность сна. То есть какую бы сложную работу я ни планировала, я никогда не пожертвую своим сном. Почему? Потому что я знаю, что на следующий день я буду разбита и сделаю гораздо меньше. То есть моя продуктивность упадет. Поэтому я могу пожертвовать, я не знаю, вкусной едой, я могу пожертвовать прогулкой, я могу пожертвовать чем угодно, но не сном. Сон для меня — это вот те часы, которые я выделила, чтобы мой организм именно физически отдохнул. Вот, это очень важно. И да, и вот такие штуки я объясняла, вот такие штуки я мотивировала делать. И я хотела бы больше это делать. Но дело в том, что подкаст — это всё-таки такой формат, который хотелось бы тянуть на 20 плюс минут. И, соответственно, я не уверена, что у меня будет достаточно каких-то спидпейнтов. То есть нет, даже так, это не то, что я хотела бы лепить на спидпейнт. То есть это то, что вот вы включили, вы мой голос слушаете. И мне было бы важно в комментариях узнать, насколько идея заходит, насколько хотелось бы такое иметь вообще. Может быть, на другой ресурс это заливать как-то. Ну, то есть я тоже не совсем пока разбираюсь, куда лучше было бы это залить. Вот. Подкаст уже есть, первый подкаст уже есть. Я его придумала, записала. Он получился не очень длинный. Но я думаю, что в дальнейшем они будут получаться куда длиннее. Вот. Такие вот дела. Ну, это так, это из моих чисто желаний, потому что я все-таки человек, который говорит ртом. Вот. И, собственно, все. Просто интересно было бы узнать ваше мнение относительно такой штуки, потому что я знаю, что за мной следят в основном достаточно творческие ребята. Либо ребята, которые хотели бы стать творческими. И на этот случай подкаст тоже мотивирует, потому что я его записывала с целью замотивировать творческих там фрилансеров на то, что... И еще не фрилансеров, но творческих. На то, что это возможно. То есть все возможно превратить в профессию. Вот. Так что жду ваш фидбэк. С вами была Мантийка. И до новых встреч. Пока-пока.